Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать олимпиадные задачи. Сегодня я хотел разобрать задачу первую из Московской городской олимпиады по физике. 11 класс, первая задача из второго тура Олимпиады 2016 года. На экране вы видите формулировку этой задачи. Давайте сейчас внимательно ее прочитаем. Тонкий однородный жесткий стержень скользит по гладкой наклонной плоскости, составляющей угол альфа с горизонтом. Ну, плоскость составляет, то есть скатывается он, соскальзывает. В начальный момент времени нижний конец стержня движется вниз вдоль наклонной плоскости по линии L падение воды, как указано стрелкой. Ну, понятно примерно, как он движется. А верхний конец стержня движется горизонтально. Ну, то есть, стало быть, верхний конец стержня, значит, он вот вдоль этой линии движется. Причем модуль скорости верхнего конца в два раза больше, чем нижнего. По прошествии некоторого промежутка времени оказалось, что середина стержня сместилась на одинаковое расстояние по горизонтали и вдоль линии падения воды. А сколько раз изменился модуль скорости середины стержня за этот промежуток времени? Давайте, прежде чем я буду показывать свое решение, немного обсудим, что же там происходит. Значит, ну вот, смотрите, условий у нас мало. У нас условия какие? Что у верхнего конца в начальный момент скорость по модулю в два раза больше, чем у нижнего. Ну, это раз, и что вот за исследуемое время центр смещается на одинаковое расстояние по горизонтали и вдоль линии падения воды. То есть, на самом деле смещается под 45 градусов к горизонтали вдоль плоскости. Ну, то есть, если на одинаковое расстояние и вдоль вот этой линии L и вдоль горизонтали, то это значит под 45. Так, что здесь еще имеет смысл сказать? Вот не указано, куда направлена скорость верхнего конца. Ну, при решении мы это немного обсудим. На самом деле, довольно легко установить, что она не может быть направлена влево. Вот в эту сторону, влево, не может быть направлена эта скорость. Единственный возможный вариант, это то, что она направлена вправо. Так, еще раз. Нам надо найти отношение скоростей центра в исходные моменты, в тот момент, когда центр сместится на равное расстояние по горизонтали и по линии падения воды. Ну, давайте сейчас вот переключимся на листки с моим решением. Я, что хотел сказать, я когда оформлял эту задачу, я пытался там рисовать по линейке, в общем, все очень красиво, но и в итоге нагрязнил, там получилось плохо. В общем, все-таки, чтобы записать за, так сказать, некое обозримое время, я решил сделать все от руки. Тем более, что когда я делаю от руки, это очень сильно похоже на то, как я сам решаю просто на черновик. Так, фактически, я писал все с листа, и только некоторые вычисления я делал там на черновике, чтобы проверить. Так, ну вот давай сейчас смотреть. Значит, вот, собственно, первый лист. Значит, вот нарисован этот стержень, я его AB обозначил, видите, да? Вот этот стержень. B – это его верхняя точка, A – нижняя точка. И я ввел такие обозначения. Я вот скорость нижнего конца обозначил V1 и написал, что она равна некой величине V по модулю. А скорость верхнего конца, V2, я обозначил, ну вот она по модулю равна 2V. Значит, ну вот я сразу скажу, что я сейчас покажу, как я сделал сначала, а потом покажу, когда я смотрел решение, я обнаружил, что там можно несколько упростить один из этапов этой задачи. Ну, даже не решение, я там разболовку смотрел, но, в общем, там стало ясно, как можно несколько по-другому. Мы этот второй способ тоже обсудим. Значит, ну вот смотрите, следующее соображение. Вот этот угол β, под которым стержень наклонен к горизонтали, это вид сверху, мы рассматриваем на первом рисунке. Его можно определить из следующих соображений. Внимание! Проекции скоростей точек B и A на направлении стержня должны быть одинаковые. Откуда это следует? Ну, это очень просто. Если бы эти проекции, вот эта V2 параллельная, она обозначена, и V1 параллельная, если бы эти проекции были бы разные, то тогда получалось бы, что стержень со временем либо сжимается, либо растягивается, что противоречит условию, потому что... Ну, условие это явно не сказано, но... Или сказано, давай сейчас, на секундочку. Однородный жесткий стержень. Нет, все нормально. Там это сказано. Стержень жесткий, значит, он не может ни сжиматься, ни растягиваться. Следовательно, проекции скоростей любых двух точек этого стержня на выделенное направление, на направлении стержня, вот... Да, проекции скоростей на направлении стержня должны быть у любых двух точек стержня одинаковые. Отсюда вывод, что можно вот составить такое уравнение, приравнять эти проекции, вот это V2 параллельно и V1 параллельно. Вот уравнение, ну, это прием известный, но на всякий случай я его, как сказать, поясняю. Из этого уравнения находится тангенс вот этого угла между стержнем и горизонталью. Находится косинус и синус, ну, используя там основное тригонометрическое тошкость. После этого я делаю... Какую вещь? Я решил найти еще перпендикулярные составляющие скоростей концов стержня. V2 перпендикулярные, V1 перпендикулярные. Ну, как их найти? Ну, просто спроектировать на другую ось. То есть, вот это 2V, там умножаем на синус β. В общем, получаются вот такие соотношения. V2 перпендикулярно, V1 перпендикулярно и через V выражается вот так. Далее, значит, смотрите, у точки О есть, очевидно, составляющая скорости вдоль стержня, VNO параллельная, назовем ее так. Она, очевидно, равна V2 параллельная и V1 параллельная. Про это я не говорю. Но у точки О еще может быть составляющая скорости, которая, ну и она есть, которая перпендикулярна стержню. То есть, на самом деле, скорость точки О, она направлена как-то вот так, вот как я вот сейчас мышкой провожу, примерно так. На следующем рисунке это будет видно. То есть, у нее тоже 2 составляющие есть. То есть, перпендикулярная и параллельная стержня. И вот сейчас я, вот в этой второй части, к которой относится второй рисунок, мы находим эту перпендикулярную составляющую. Для того, чтобы ее найти, я этот стержень перерисовал. Значит, смотрите, какая штука. Вот это точка B. Верхняя точка, это точка B. Я его развернул. И на этом рисунке я указал только перпендикулярные составляющие у всех точек. Понимаете? Значит, вот у верхней точки 4, V делен на корень из 5. А у нижней, в другую сторону, просто V делен на корень из 5. Вот это V1 перпендикулярно. Это вот эта вот составляющая. Значит, смотрите. Если мы представимся, что мы перешли в систему отсчета, которая движется со скоростью V, O параллельная, то, стало быть, вот эти параллельные все составляющие, они пропадут и останутся только перпендикулярные составляющие. Ну, ясно, что в этой системе отсчета движение стержня будет являться вращением. Центр вращения находится, очевидно, вот в этой точке. Как эта точка строится? Ну, вот сюда откладываем одно деление, сюда 4. И проводим диагональ. Ну, не буду объяснять, в общем, довольно очевидная вещь. Ну, и вот здесь составляются пропорции, с которой находится V, O перпендикулярная. Смотрите, как составляется. Значит, это 4, это 1. Значит, вот этот вот отрезок, это 1 пятая от длины стержня. А верхний отрезок, вот этот, это 4 пятых. Правильно? Теперь посмотрим, а сколько от этой точки до середины? Тут 1 пятая, а до середины 1 вторая. 1 вторая минус 1 пятая, это легко установить, это 3 десятых будет. Ну, а дальше очевидное соотношение, что отношение V, O перпендикулярного к 3 десятым длины стержня, должно быть равно отношению вот этой скорости, V помножить 1 делён на корень из 5, на 1 пятую длины стержня. То есть, отношение этого к этому должно быть равно отношению этого к этому. Ну, это из подобия треугольников, можно тут говорить про мгновенный центр вращения, ещё что-то, ну, не принципиально. В общем, ну вот, из этого соотношения находим вот это, вот, V, O перпендикулярное. Значит, теперь смотрите, у точки O две составляющих скорости есть. Перпендикулярная составляющая вот выписана, а параллельная составляющая вдоль стержня выписана ниже. Параллельная составляющая, ещё раз напомню, она равна, вот, V1 параллельному и V2 параллельному. Ну, и вот дальше саму скорость центра можно выразить через V. Как выразить? Ну, смотри, здесь 3 вторых на вот это, вот, V поделить на корень из 5, а тут 4 вторых. А вот это V, O, ясно, что оно по теореме Пифагора находится. Ну, и так вот, видите, здесь Пифагорова тройка, 3, 4, значит, тут будет 5. То есть, 5 вторых, и мы вот получили, что скорость точки O связана со скоростью V нижнего конца, вот таким соотношением. Ну, едем, давайте, на следующий лист, значит. Вот, я теперь показал тут другой рисунок, опять вид сверху. Ещё раз повторяю, я эти рисунки пытался по линейке рисовать, получилось дебильно, поэтому я вот их от руки тут набросал. На мой взгляд, даже по-своему прикольно получилось. Ну, корявенько, конечно, но ладно, зато как бы аутентично. Вот. Ну, вот, смотрите, скорость точки O направлена стала быть каким-то таким вот образом, да. Вот показано это V, O параллельное, V, O перпендикулярное. Значит, что предлагается дальше сделать? Давайте определим угол, который эта скорость составляет с горизонтали. Зачем нам это надо, немного забегая вперёд, я скажу. Дальше мы будем рассуждать, каким образом. У нас середина стержня – это центр масс этого стержня. Центр масс у нас движется как? Как точка, на которой действуют внешние силы. То есть, значит, центр масс у нас будет двигаться как точка, которая материальная, которая скатывается, значит, без трения, с плоскости, с углом наклона альфа, да. Она будет двигаться, стало быть, с ускорением там G на синус альфа, направленным вдоль вот этой вот линии падения воды. Вот. Ну, давайте дальше, значит, продолжим. Так. Продолжим дальше. Ну, вот, чтобы этот угол определить, тут, значит, тригонометрия пошла. Сначала определяем угол φ. Угол φ – это угол, который скорость ВО составляет со стержнями. Ну, там 3, 4, 5 в этом прямоугольном треугольнике, поэтому синус там 3 пятых, косинус 4 пятых. Теперь дальше. Угол гамма, вот этот, да, его можно из каких соображений определить? Смотрите, вот это угол φ, вот это вот гамма, да. А вот угол β, вот он тут не обозначен, но ясно, что вот этот угол, он β. Внутренний накрест лежащие углы при параллельных прямых. Угол β – это внешний угол для вот этого топоугольного треугольника. По теореме о внешнем угле он равен сумме двух внутренних, несмежных, да. Ну, и то есть вот этот вот угол β – это гамма плюс φ. Отсюда гамма – это β минус φ. А дальше, значит, наши любимые, мои любимые формулы тригонометрические. Вот. Определяю синус гамма по формуле просто синуса разности углов. β у нас уже найдены там синус косинусы, вот гамма тут вот выписаны. Ой, тут вот ошибка. Тут, конечно, φ должно стоять, а не гамма. Вот здесь. Это ошибка. Извините, пожалуйста. Вот здесь вот должно не гамма стоять, а φ. А тут гамма. Это все правильно. Ну, в общем, ясно, да. Вот ставим синус β минус φ. И вот смотрите, как говорится, бинго. Получается довольно интересная штука, что вот синус угла гамма равен 1 делен на корень из 5, а косинус гамма 2 поделить на корень из 5. И если мы немного вернемся назад, мы увидим, что для угла β получалось с точностью до тригонометрической пункции. То есть тут косинус 1 на корень из 5, а синус 2 на корень из 5. А там наоборот. Отсюда вывод, что вот этот угол гамма, он на самом деле дополняет угол β до 90 градусов. Вот. После того, как это сделано, то есть задача превращается вот во что. Значит, смотрите. Ну, вот это сам корявый рисунок, но тем не менее. Значит, смотрите. Вот у нас ось Х, это горизонталь. У это линия падения воды, да? У нас в направлении У происходит движение с ускорением, я его обозначил, G. Но на самом деле вот это G, которое у меня, это G0 на синус альфа. Это ускорение вдоль наклонной плоскости. Понимаете? Мне просто так удобнее написать. Вот. Значит, мы имеем типичную задачу на движение тела, брошенного под углом к горизонту. Я его буду решать, но тоже, может быть, немного нестандартно, но на самом деле широко известным способом, векторным. Значит, вот эта начальная скорость, U. Я ее обозначил U. Это скорость точки О в начальный момент времени. Мне удобнее было ее здесь обозначить U. Ну, не знаю, зачем я это сделал. Ну, вот обозначил, обозначил. Нравится мне эта буква. Вот, в общем, обозначил. Смотрите, она направлена под углом гамма к горизонтали. Это в предыдущем листе нашли. С этим все ясно. Значит, смотрите дальше. Перемещение за время t определяется вот этим вот вектором. Вот он тут не нарисован как вектор. Но перемещение определяется, в общем, вот из каких соображений. Перемещение что будет? Ут по формуле там, да? Вектор Ут плюс вектор Жт квадрат пополам. Видите? Вот если эти два вектора сложить, мы получим перемещение центра стержня, середин стержня к моменту времени t. Это будет вот такой векторок. Он не обозначен тут. Ну, потому что он, по сути, не нужен. Давайте рассмотрим вот этот вот треугольник. Что мы знаем про это перемещение? Что оно одинаково было и по x, и по y. Отсюда мы делаем вывод, что вот эта линия, вот эта линия, это направление на перемещение к моменту t, да? Она идет под 45 градусов к оси x и к оси y. То есть вот этот угол пина 4. Видите? Вот треугольник для перемещения. В нем вот этот уголок пина 4, а вот острый угол, у него дельта. И дальше я говорю, давайте теорему синусов записывать для этого угла. То есть мы запишем, что вот это gt квадрат пополам поделить на синус дельты. Это ut, вот эта вот длина, поделить на синус пина 4. Ну, а для того, чтобы, значит, нам с этим поработать, как-то и что-то умное тут получить красивое, надо синус дельты выразить. Ну, опять берем, мы используем мою любимую формулу для синуса разности углов. Значит, синус дельты это синус пина 4 минус гамма. Ну, тоже это, в общем, ясно. Вот этот угол пина 4, так как перемещение, вот это перемещение под пина 4 горизонтали. Вот это гамма. Значит, вот эти три дуги дельты, это пина 4 минус гамма. Ну, вот применил тут, посчитал, получился вот такой синус, видите, модный. 1 поделить на корень из 10. Ставим всю эту бодягу, значит, вот в это уравнение. Тут время сокращается. В общем, получается приятная такая штучка, что произведение gt равно 2 на корень из 5 помножить на u. Что делаем дальше? Дальше, значит, смотрите, нас интересует скорость в этот момент времени. Как у нас скорость находится? Ну, у нас происходит движение с ускорением g вниз. Значит, чтобы к моменту t найти скорость, надо к вектору u, вот он изображен, вот вектор u, прибавить вектор gt. Вот здесь изображен вектор gt пополам и еще один gt пополам. То есть, вот u плюс вот это все, плюс gt, получится u1. Нам, собственно, нужно соотношение между u1 и u. Ну, и для вот этого треугольника из скоростей, да, вот этот треугольник из скоростей, его иногда называют, я для него тут теорему косинусов применил. Вот это вот u1 в квадрате, вот эта штучка, да, оно u2 плюс gt2, ну, в общем, выписано. Теорема косинусов. Тут вот стоит косинус π пополам плюс гамма. Значит, смотрите, применяем вот это в квадрате плюс вот это в квадрате минус, там удвоенное произведение, u на gt на косинус вот этого угла. Что это за угол? Ну, этот гамма, вот этот вот уголок, да, вот тут, π пополам минус гамма, значит, вот здесь π пополам плюс гамма. Ну, вот видите, и написано. π пополам плюс гамма. Ну, дальше просто ставим все значения, во все слагаемые тут входит u в квадрате, в итоге. Ну, делаем вычисление, значит, получаем вот такую модную формулку и ответ интересный. Корень из 13,5, да. Ну, это сходится, в общем, с ответом. Итак, значит, давайте тут вот сейчас обозреем, да, этапы большого пути. Первое, что было сделано из соображений, что проекции на скоростей концов на направлении стержня должны быть одинаковые, был найден угол β. Дальше, после того, как мы нашли угол β, мы находили составляющие скорости точки О в начальный момент, проекции скорости точки О на ось перпендикулярной стержни и параллельной стержни. Ну, и саму скорость точки О находили, да. После того, как нашли, определили угол, который эта скорость составляет с горизонталью. А дальше рассмотрели равноускоренное движение вдоль вот плоскости наклона. Значит, как можно упростить было решение? Это я понял, когда смотрел разболовку, там был такой пункт приведен, второй способ, да, и там было сказано за это, столько за это. Ну, я догадался, как можно сделать легче. Значит, ну, не то, что... Ну, да, наверное, в этом случае легче. Вот. Смотрите, можно немного сократить вот этот вот начальный этап нахождения скорости ВО и угла гамма. Значит, из каких соображений упростить? Значит, смотрите, при плоском движении твердого тела у нас часто, когда мы его рассматриваем, у нас фигурирует часто такое понятие, как мгновенный центр вращения. Дело в том, что любое плоское движение твердого тела, плоское, это означает, что все точки движутся вдоль одной плоскости. Любое плоское движение можно представить, как вращение вокруг некой точки, который называется мгновенным центром вращения. Вот. Ну, тот, кто пробовал находить этот мгновенный центр вращения, он знает, что на самом деле найти его легко, если ты знаешь скорости двух точек этого тела, да? Вот, смотрите, надо просто из этих точек опустить перпендикуляр, вот скорость V2 опускаю перпендикуляр к скорости V2. Вот это скорость V1 опускаю перпендикуляр к скорости V1. Там, где пересекутся перпендикуляры, там будет мгновенный центр вращения. Ну, действительно, вот если рассматривать движение стержня относительно этой точки, то скорость V2 так направлена, да? Ну, это эквивалент тому, как, если бы эта точка двигалась по окружности вот такого радиуса, да, вокруг вот этой точки. Ну, то же самое можно сказать про V1. Но дальше рассуждаем как. Значит, вышесказанное должно быть справедливое для точки O, середины. То есть, точка O движется, как, вот в данный момент она движется по окружности радиусом, равным половину вот этой вот диагонали, ну, вот по такой вот, с таким радиусом, и скоростью направлена перпендикулярно этой диагонали, да? Ну, вот, дальше, значит, как устанавливается угол β, да? Ну, вот это в скобках ниже написано, потому что я вот тут пропустил это, ниже написал. Значит, если это вращение, то, значит, и первая, и вторая точка, и это, и это, они двигаются с одинаковой угловой скоростью. Значит, если я v2 поделю на вот эту вот длину, я должен получить угловую скорость. То же самое справедливо для второй точки. Если я v1 вот это вот поделю на вот эту длину, я тоже получу ту же самую угловую скорость. Можно составить уравнение, вот оно выписано, видите? Откуда легко определяется тангенс угла β, ну, про этот угол на первом листе был, ну, вот синус, косинус, я их тоже выписал. Теперь дальше рассматриваем пару других точек. Первая и точка O. Значит, опять же, вот относительно вот этого мгновенного центра вращения. v1 поделить на расстояние до мгновенного центра должно быть равно v0, вот эта скорость, поделить на расстояние до точки O. Расстояние до точки O равно L пополам. L это длина стержня. Ну, опять составляем вот такое вот уравнение, откуда находим vO. А дальше мне еще угол нужен, который эта скорость составляет с горизонтали. Ну, и вот, если скорость продолжить, то тут вот образуется прямоугольный треугольник, ну, потому что при вращении эта скорость должна быть перпендикулярно радиусу, так скажем, проведенному вот в эту точку, образуется прямоугольный треугольник, и в этом прямоугольном треугольнике значит, угол гамма, он очевидно π пополам минус β. Ну, то есть, вот эти вот модные формулы, я сказал, они мои любимые, поэтому я их везде сую для синуса суммы. Вот, видите, здесь мне не пришлось их применять, поэтому вот я такого не написал. Ну, конечно, так проще делать, вот, ну, вот, в общем, такая задача, я не знаю, что про нее сказать, в принципе, когда я еще смотрел разболовку, на, ну, я сейчас покажу, значит, где-то тут открыта она у меня была, вот, простите, ну, вот, допустим, так, да, я так понял, что вот, когда решали, вот, тем способом записано уравнение для смещения, за рассматриваем промежуток времени, в проекциях на координатной оси, ну, то есть, вот они не векторным способом делали, вот, то, что я здесь, вот, смотрите, то, что я здесь делал через вектора, они тут просто записывали x от t, y от t, понимаете, не знать через вектора, на мой взгляд, побыстрее, ну, вот, вот, разболовка тут, ну, можете это на сайте взять, вбить в гугл московская физическая олимпиада и найти это условие, посмотреть, за что там, сколько баллов было. Вот, все, что я хотел сказать, на мой взгляд, ну, это нетрудная задача, вот, в 10 классе, я ее, наверное, разберу, ну, чуть более физично, и, наверное, несколько посложнее все-таки, задача там, ну, я не скажу сложнее, скажу, что, наверное, все-таки поинтереснее, чуть-чуть, так, ну, все, на этом, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши замечания, пожелания и предложения. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,